МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кажется, это вообще был такой идишленд, это была территория, густонаселенные евреи, еврейские местечки, там до сегодняшнего дня, там следы еврейского пребывания очень-очень многочисленны. Другое дело, что Холокост и Вторая мировая, они изрядно проредили это еврейское население через известные процессы преследования. Так вот, через те места Наполеон шел, как раз к нам, переходил через Неман, там Великое королевство царства Польское, входило в состав Российской империи и прочее, прочее. Я там нашел информацию такую, что многие соглашались на коллаборанство с врагом поляки, которые входили в Российскую империю, они вообще были на стороне Наполеона, потому что он обещал им государственную независимость. Мои поляки он называл их, наш император называли они его, и были готовы умереть за него, и храбро дрались, кстати, говорят, там клались, так сказать, как трава под покосом, за него умирали. Также ополяченные населения западных краев, например, белорусы, тоже восставали против Российской короны, особенно в восстании, Польское восстание 1863 года, вот в этих местах, это Белоруссия, Западная Украина, Польша, там под знаком религиозной борьбы многие восставали против Российской короны именно под действием польской пропаганды, католической и польской пропаганды. И вот в этих местах, в этой самой Белоруссии, некто Шнеур Залман из Ляд, какой-то раввин, ну какой-то, он для них, это очень известный раввин, один из таких цадиков, то есть праведников, сказал, что он за императора, за русских, против Наполеона, и всем евреям сказал, что мы, так сказать, за русского царя и против Наполеона. Чтобы вы понимали, то евреи, они вообще на чужбине везде, где за пределами Израиля живут, для них это все чужбина. Язык свои, книги свои, законы свои, а то, что там вокруг, это им, как бы, так сказать, до лампочки отчасти. А здесь он такой патриотизм проявил. Я стал интересоваться этим вопросом. Почему в контексте, например, католиков, христиан, они выглядели лучше, евреи, они были за русскую монархию. Оказывается, у него была такая мысль, такая из параллельной действительности. Шнеур Залман говорил следующее. Если победит Наполеон, евреи будут богаче, денег у них будет больше. Но тогда их сердце отойдет от Господа, они перестанут молиться. Они не будут благочестивы. Поэтому, если победит Александр, победит русский царь, тогда жизнь наша будет такая, как сегодня, вот такая вот, как сегодня. Говорил он, это, напоминаю, начало 19 века. Но мы будем с Богом, мы будем молиться, мы будем надеяться на святого Израилева, мы будем изучать закон, читать Тору, и будем надеяться на все, на то, что мы надеемся. Короче, вот так вот. В общем, такая вот интересная у него философия была у этого Шнеура Залмана, весьма почитаемого в тех краях. Раз он сказал, то они все так сделали. То есть в своих кругах он был авторитет непререкаемый. И вот заметьте, какая интересная у него такая мысль. Что сегодня, например, совершенно невозможная мысль. Любой проповедник, который сегодня осмелится сказать такие вещи в своей пастве, он будет, как говорят, затроллен, так сказать, атакован всеми СМИ и своими церковными, и чужими либеральными, и западными, и восточными, и северными, и южными. Ну, представляете, любой священник, или там архиерей уважаемый, или его святейший, скажет такое, давайте, братья и сестры, будем победнее, но поблагочестивее. Мы могли бы сейчас реформировать и это, и это, и было бы у нас больше денег, и больше комфорта, больше удобств. Но я боюсь, что при большем комфорте и большем удобстве мы станем более безбожны, более развратны, более горды, начнем больше грешить, забудем про небесное царство и превратимся, в конце концов, в тех, в кого мы не должны превращаться. Поэтому я вам предлагаю такую странную, радикальную вещь. Давайте будем скромнее, давайте помолимся, чтобы нам не быть богатыми. Представляете себе такое, что-нибудь подобное, такую проповедь? Я, например, не представляю. Очень трудно себе сегодня позволить такие слова в современном развращенном обществе, где люди кланяются золотому тельцу в тайне сердца своего, кланяются бумажному зеленому тельцу, кланяются любому тельцу, который пахнет деньгами, типографской краской, или ценными бумагами, или дорогими металлами. Кланяются и не скрывают этого, или в тайне делают, или явно. Они не хотят такого слушать. Вот хватило же ума у этого Шнеура Залмана изляд. Он похоронен на территории города Гадич, на территории Украины. Там и сегодня есть места массовых паломничеств еврейских. Там в Умане цадик Нахман там лежит. Евреи там, значит, приезжают массово на свой Рожгашана туда. Замучили местное население своими паломничествами. Но лежит там, да, еврейский праведник. Шнеурзаман лежит в Гадиче. Это тоже Украина. Вот у него хватило ума и творческого мышления, как бы такого, да, что сказать, «Слушайте, нам не надо победы этих, потому что мы будем богаче». Слышите, какая странная мысль. И мне немножко жалко, что мы не можем сегодня повторить этих слов. Что мы сегодня так пленены массово вот этой идеей всеобщего обогащения, всеобщего комфорта, всеобщего земного счастья, таки твёрдого счастья в твёрдой валюте. Вот, что у нас связали язык. Существует направление духовной жизни. В Америке есть теология преуспеяния, когда проповедник говорит там, «Всемогущий Бог для того и спас вас, чтобы вы на земле счастливы жили, чтобы ваш банковский счёт не терпел ухода в минус, чтобы там ваши кредиты были выплачены, чтобы вы там то, чтобы…» То есть это тема проповеди может быть, понимаете, у многих. То есть десятина там, значит, обогащения там, теология успеха, теология процветания. Это вообще сладкая вещь, как бы так проповедуют об этом. И что-то я не слыхал таких голосов смиренных, когда говорит, «Слушайте, да нам как бы вроде бы и так хорошо. Нам это, в общем-то, и не очень страшно или важно. Нам вот важно как бы Господа не забыть. Вот. И если мы обогатимся и забудем Господа, как Лот, как Лот. Помните, с Авраамом делились, с Авраамом пастбище и стада. И Лот ушёл в Содом, потому что Содом был как рай. И овцам есть где пастись, и валам, и верблюдам, и жить прекрасно, и вкусно всё. Но там был Содом. Каким мы уже теперь его знаем. Поэтому идёшь за счастьем, находишь Содом. Идёшь к простоте, находишь Господа. И сегодня об этом ужасно трудно говорить. А во дни войны нас с Наполеоном нашёлся какой-то раввин, Шнеур Залман из города Ляды в Белоруссии под Витебском, который осмелился такое сказать евреям. «Давайте помолимся, чтобы победил Александр. Мы будем беднее, но благочестивее». Я искренне удивляюсь тем словам. И искренне жалею, что сегодня никто из наших проповедников смело и громко такого, ну не то чтобы не скажет, скажет, но станет на бруствер и получит удар в грудь от друзей и от врагов, потому что народ такого слушать не хочет. Подумайте об этом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин